Привет всем! Меня зовут Уля, и вы на моем канале. И вот моя свекровь! Мы сегодня идем устраивать пикник, потому что сегодня праздник, детский день. Сегодня праздник детей, и мы идем гулять вот с бабушкой, вот здесь у нас дядя Джун, и мы все вместе идем гулять. Поэтому все вам покажу, будет интересно, и наконец моя свекровь в видео появилась. Ладно, в общем, оставайтесь со мной. Немного расскажу об обстановке с вирусом в Корее. Сейчас намного лучше стало, они, можно сказать, уже справились с вирусом. Потому что уже со следующей недели дети начнут ходить в школу, в детские сады, но при этом, конечно, они будут придерживаться всех мер безопасности, потому что еще число зараженных как бы растет, но совсем чуть-чуть. В день там 5 человек в среднем вот так вот выходит, поэтому уже более-менее нормально, Корея справляется. Люди все в масках, как вы заметили, все в масках, никто не снимал маски. Типи! 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 Мы остановились вот здесь, вот здесь. И сейчас мы здесь сидим у моря. Пока-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. В общем, ребят, мы останавливались вот здесь. Теперь, наверное, перестроимся ближе к морю, потому что джун там хорошо играется. Вот. В общем, мы уже собрались домой, потому что холодно. По идее погода сегодня теплая, обещали, но ветрено. И вот видите, как облачно, поэтому у него постоянно сопли, поэтому мы решили лучше поедем уже домой. Но мы хорошо посидели. Людей сегодня много, как видите. Добавьте лайки и подписывайтесь на наш канал! Добавьте лайки и подписывайтесь на наш канал! Добавьте лайки и подписывайтесь на наш канал! У меня светло-каштановый, поэтому хочу на время просто вернуться, потому что у меня из-за осветления очень сильно испортились волосы. Добавьте лайки и подписывайтесь на наш канал! Мы надели вот такой халат. И сейчас начнем. Вот запомните мои волосы. Видите, какие страшные они? Здесь отросли сильно. Вот здесь они просто мертвые. Вот. Сейчас будем исправлять. Музыка. Пока ждем. Мне дали вот такую вот подушку. Музыка. Так удобно сидеть в руки, чтобы положить. Я взяла журнальчик. Посмотреть. Ну и конечно же узнали, наверное, на фотографии. В общем, будем ждать. Вот здесь есть меню. И если вы хотите чашечку чая, кофе, можно попросить. И так интересно то, что я первый раз вижу меню, чтобы... Так. Так. Я подстриглась. Второй сделала. Так, я выгляжу. Мне нравится. Еще со временем этот цвет немного спадет. Блин, так непривычно с новым цветом и стрижкой. В общем, я вышла с салона и сейчас иду... Здесь мне сказал дядя Джуна, что есть маленькая улица, где продаются книги. Очень необычная улица. Прямо напротив салона красоты. Я сейчас пойду, тоже посмотрю, сниму и покажу вам. Мне тоже интересно вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я приехала домой и сейчас, если получится, я сниму на видео, как меня будет встречать Джун и как отреагирует на мою новую стрижку, потому что, ну, я очень сильно изменилась же. И как бы для него, наверное, это будет удивительно. Мне очень интересна его реакция. Сейчас заснимем и обязательно покажем вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Джуном на вечернюю прогулку. И вы, наверное, заметили, реакция у Джуна была обычной. Просто я рад тебя видеть. Но реакция именно на новую прическу ноль. моим свекру и свекрови очень понравилась моя стрижка и цвет волос они говорят почему ты раньше так не делал тебе так идет и помолодела это красиво смотрится раньше я всегда осветляла волосы почему потому что мне нравилось как яка мне казалось что я так наоборот моложе выгляжу но сейчас смотрю в зеркало и мне вот эта прическа новая очень нравится я шесть или семь лет ходила с обесцвеченными волосами и конечно непривычно но мне нравится прям очень нравится что-то новое напишите в комментариях как вам я хочу поделиться с вами с интересным каналом вообще очень люблю следить за блогерами которые рассказывают о корее и особенно если это земляки вот я не надо недавно нашла канал девочки по имени озя она с казахстана казашка девочка которая вышла замуж за корейца но казахстанского корейца и они на данный момент уже как больше года живут в сеуле она снимает видео тоже у нее есть youtube канал и она снимает видео влоги рассказывает о своей жизни у них двое детей несмотря на это но она мама в декрете дома дать детьми но несмотря на то что у нее двое детей да она путешествует по корее и уже во многих городах кореи побывал и она все это снимает показывает на своем youtube канале и мне очень интересно смотреть почему потому что много полезной информации именно для мамочек каково жить в корее с детьми какие условия что дает государство да допустим детям и мамочкам которые живут в корее для меня это полезная информация и вообще интересные влоги наблюдать за детьми тоже интересно поэтому если что оставлю ссылочку в описании видео вам думаю тоже этот канал понравится я поднялась на крышу чтобы встретить закат ну что друзья на этом я заканчиваю свои видео нас влог надеюсь вам было интересно спасибо вам большое за вашу активность комментарии за лайки ну подписку тоже потому что именно это меня всегда мотивирует мне очень приятно ваши сообщения вот эти вот с пожеланиями тоже очень приятно это меня вдохновляет на еще больше больше поэтому спасибо каждому встретимся еще снова всем пока пока